Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении? Иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Мравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником Церкви, ее членом. Мы с вами все-таки продолжим тему, тему, которая чрезвычайно сейчас важна для нашего народа. А вам именно и придется идти в народ. Знаете, было такое движение «в народ» в XIX веке. Вот вам и придется идти в народ. Конечно, многое я буду повторять вам. И, в частности, повторю, наверное, то, что сейчас такое движение, которое, не знаю, было ли когда, вот я что-то не помню, когда в предыдущем перевоплощении было крокодилом, что-то я не помню, было так или нет. Но сейчас, по крайней мере, совершенно очевидно, все ищут святых старцев. Хорошая же мысль. Прекрасно мы понимаем, что мы слепые котята, но ничего не видим, ничего не знаем. Я говорю, в плане духовном. Какой нам духовный? В плане жизни мы то не знаем, что будет через минуту. Так что хорошая, так сказать, мысль искать духовного отца, духовного наставника. Но во что это превращается? И вы с этим столкнетесь в полную меру. В основном нужен не духовный руководитель совсем, а тот, который поможет мне ответить на вопросы чисто жизненного, практического характера. Помогите, что там сын пьет, муж гуляет, дочка там не поступает в институт, куда идти, что делать. Вот такие чисто практические вопросы. И они как раз именно являются основными для, к сожалению, для большей части христиан. Я же вам говорил, что идут к святыням, к мощам, к иконам. И о чём молятся? Я, может быть, я глубоко ошибаюсь, я был бы просто не знаю, как рад. Но в основном молятся о своих земных нуждах и скорбях. Не осудишь, когда у человека что-то болит, он ни о чём не может и думать. Не осудишь. Но с другой стороны, вы подумайте только, что оказывается, мы совершенно не находим в себе сил душевных, чтобы помолиться о той или иной страсти, которая мучает нас. Не об этом мы молимся. То есть всё наше сознание погружено исключительно в земную действительность, как плоскатики. Знаете ли? Знаете такие существа плоскатики? Нет? Не встречались никогда? Это те существа, которые обладают разумом, волей, чувством, но они не знают третьего измерения. Знают только два измерения. Они даже представить себе не могут, что может быть ещё третье измерение. У них только широта и долгота. А высоты нет. Но для того, чтобы им пробраться, например, вот там решётка, отсюда и туда, они должны всё оползти, вот сотни или тысячи километров, и, наконец, пробраться туда, к той точке. Когда для трёхмерного существа просто раз туда и всё. Как чудо! Вот плоскатики, мы в основном плоскатики, замкнуты именно только на этих проблемах земной жизни. Как важно нам всё-таки поднимать взор людей и объяснить, что все эти наши земные проблемы в конечном счёте обусловлены нашим духовным состоянием. Вы слышите? Обратите внимание. Я не сказал, обусловлены нашими грехами и добродетелями, о нашем духовном состоянии. Потому что, к сожалению, вот мы с вами говорим о проблемах духовной жизни. Можно исполнить, ну, практически, наверное, все заповеди так, но не имея, не получив видения себя, познания себя, не увидев своей греховности, быть настоящим сатаной. Поэтому не сами по себе грехи и добродетели решают нашу судьбу, а духовное состояние, которое в чём выражается? В нашей направленности. Что мы хотим? К чему мы стремимся? Что жаждет наша душа? И когда моя душа ничего большего не жаждет, как только благоустроение в этой жизни, в этой, вы слышите, какой я умный? В этой жизни, которая, может быть, завтра уже у меня отнимется. Вон, Евангелие. Слышали? В воскресенье. В ночь эту истяжут, вы слышите, какое сильное славянское слово, просто потрясающий силу слов, в эту же ночь истяжут душу твою. Не верим. Это у другого. Это у того богача, который жил 2000 лет тому назад, но не у меня же это. Ну что вы? Вы слышите? Какое-то безумие, какая-то глупость. Действительно, плоскатики, ограниченность какая. Каждый день видим, слышим. Всё. В любом возрасте человек. И нет, всю душу отдаём только на эту плоскостную жизнь. И всё. Так вот, к сожалению большому, и духовников, и мы ищем, и наставников, большая часть. И те, которые помогут нам, с одной стороны, решить эти наши проблемы. В основном, в основном, житейские. Я не хочу сказать, что все, не подумайте. Есть люди, которые искренне стремятся, искренне стремятся и просят даже, как мне избавиться от гнева, от гневливости, например, или от других страстей. Но, к сожалению, или, или ищут в духовниках то же самое, того человека, на которого можно свалить труд, необходимый для человека труд, собственного поиска. задача какая, христианина? Ищи сам, читай, трудись, спрашивай. Тогда только твои ответы для тебя будут полноценными. Тогда ты можешь только их воспринять должным образом. А мы хотим, чтобы кто-нибудь нам в рот положил, разжевал еще за нас, а нам только глотать. Вот тогда насыпает беда. Это вот первая беда, с которой вы встретитесь. Ищут не духовника, совсем нет, а ищут руководителя, который решал за нас все проблемы и нес ответственность за это. Батюшка сказал, все, ура. Я говорю, я был поражен. Был в одной епархии, ну, там меня священник сопровождал, и вот уже уезжать надо, и он мне рассказывает с горечью. Говорит, вот моя знакомая, она вот в Петербурге имеет какое-то дело там. Приходит священник и батюшка, мне надо ехать. Решать проблему. Говорит, нет, не благословляю. Что, почему, никаких разговоров. Наконец она приходит, говорит, сегодня вот утром. Батюшку, все, у меня все пропадает. Если они едут. Ответ. Ну, ладно, езжай. Владыка над душой человеческой. Так и быть уж. Сколько таких случаев? Боже мой. Поэтому вопрос о наставнике очень важный. Он приобретает исключительную важность еще и потому, что уже давным-давно, не только в первом тысячелетии, в первых столетиях уже, после того, как христианство стало официальной религией Византии и всей Римской, всей Римской империи, уже тогда, когда было множество еще духоносных, духоносных отцов, уже тогда они говорили, что идет процесс оскудения. Много было, но идет процесс оскудения. И дальше, чем мы ближе время наблюдаем ближе к нам, тем отцы все сильнее и сильнее жалуются об оскудении духовных наставников. И в то же время говорят об огромном увеличении лженаставников. Что такое лженаставник? Тот, который мнит себя наставником, не будучи таковым. Просто мнит себя. Кстати, в Греции до сих пор я с интересом узнал, что, оказывается, исповедовать дают право исповеди только некоторым священникам, вовсе не всем. Не каждый может. Руку положили, он уже принимает исповедь. Нет. Исповедь – это дело очень серьезное. Не просто нужно высушить или взять хартию, как один священник делает. Это абсолютно точно. Ему даются. Он требует список. Берет список, перед лицом этого человека разрывает, все, накрывает, вращает, разрешает. Не читая ничего. Если кто подходит без списка, он прямо говорит, идите, напишите. Он не утруждает себя разговором. Видите, какой опыт вам передают хороший? Ашвитсити. И очень быстренько очередь так идет моментально. Моментально. С Евангель до Херувимской сколько вам? Сто человек? Пожалуйста. Никаких проблем. Только летят во все стороны в очки бумаги. Ну, хорошо. Я вот каждый раз все говорю о насущности той проблемы, с которой вы столкнетесь. Ну, и сейчас просто кое-что скажу об этих вещах. Во-первых, о выборе духовника. Первое и главнейшее. Все святые отцы предупреждают, что нужно к этому подходить с очень большой осторожностью. Это первое и важнейшее. И когда вы сами будете священниками, прям предупреждайте людей. Я не духовник и сомневаюсь, что когда-либо им буду. Я просто такой же, как вы, но помощник. Помощник в чем? В том, что, может быть, когда смогу вам передать мысли святых отцов по тем вопросам, которые возникают у вас. Не я, не от себя мысли святых отцов могу только передать. Ну, избавь Бог, что это я. Самое ужасное, когда священник начинает уже видеть я впереди всего. Самое сильное, может быть, высказание в отношении этого, как мне кажется, самое сильное, это преподобный Иоанн Лесевиченко. Его надо просто, ну, запомнить, запомнить ради Бога. Да и другим всем говорите. Зачитываю. Когда мы желаем верить спасение наше иному, то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, то есть, если у нас есть хоть капля, хоть грамм разума, если есть, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сегу кормчивого, чтобы не попасть нам вместо кормчивого на простого грибца, вместо врача на больного. Подумайте, пришли к врачу доктор. Оказалось, и не доктор. Халат только одел доктора. Слышите, как здорово. Одел рясы себе и все в порядке. Вместо врача на больного, вместо бесстрастного, вы слышите, кто может быть руководителем, действительно духовником. Бог вдохновенным наставником. Обращаю ваше внимание, потому что сейчас это нам пригодится. Вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями. Вместо пристани в пучину. И таким образом не найти готовой погибели. Это пишет Иоанн Лествичник, преподобный. Шестое столетие. Эти слова ой, как бы надо запомнить. Как бы надо всем людям бы это знать. На всех храмах просто это надо бы повесить, это изречение и монастырях. Всюду. Ну, тут целый ряд еще есть. Отцов Семен Новый Богослов умоляет просто, молитыми слезами умоли Богу, послать тебя бесстрастного и святого руководить. Опять слышите? Опять бесстрастного. Я вам сейчас скажу, почему, в чем дело. И так далее он пишет. А Макарий Великий предупреждает об очень важной вещи. Вы сейчас вспомните, мы говорили уже, что встречаются души, соделавшиеся причастниками божественной благодати. Слышите? Вы слышите поразительные какие вещи он сейчас пишет? Соделавшиеся причастниками божественной благодати. Все? Что еще нужно? Все. Больше мне никого не надо. А что дальше пишет? Вместе с тем, по недостатку деятельной опытности, сейчас скажем, о чем речь, пребывающие как бы в детстве, в состоянии очень неудовлетворительном, которые требуются истинным подвижничеством. В монастырях употребляются о таких старцах изречением «Свят, но неискусен, и наблюдается осторожность в советовании с ними, чтобы не вверяться поспешно и легкомысленно наставлением таких старцев». Это что ж такое? Что ж такое? Причастники божественной благодати и не вверяться таким старцам? Боже мой! А святой Исаак Сирин произносит убийственные слова. Такой старец не достоин называться святым. Этот причастник божественной благодати. Макарь деятельного слышите? Деятельной опытности. Знаете, что это такое? Деятельной опытности. То есть опытности борьбы со страстями. А что бороться с ними, надо их увидеть. И тот, кто не имеет этого, вот, оказывается, тот, как говорит Исаак Сирин, и святым не достоин называться. Недаром приводит он вместо взрослого ребенка. Попробуйте, ребенок свят? Свят. Ну, так давайте теперь, зачем нам искать духовных наставников? Слушайте, вот святые перед нами. Трехлетний ребеночек, святой ангелочек. Давайте у них и будем спрашивать нам советы. как нам молиться, что нам делать, как поступить. Святые же, бесспорно. Сам Господь сказал, таковых есть Царство Небесное. Если кто не будет, как этот ребенок, не войдет в Царство Небесное. Что еще нужно, скажите? Нет. Нет. Оказывается, тот, кто не имеет деятельной опытности, не может быть руководителем. Недаром еще один из мудрецов, великих мудрецов Древней Греции произнес фразу «Тот, кто не научился управлять собою, не может управлять и другими». Вот так, друзья. Это вот первый такой, значит, вопрос о выборе духовника. Второй вопрос. не менее важный взаимоотношений духовника и, ну, посолного, скажем так. Два совсем разных типа отношений. Это надо четко знать. Два типа. Один тип отношений послушания, причем полные и беспрекословные. Другой тип отношений совета, советования. в чем суть того и другого. Я уже много говорил, что тип отношений, именуемый послушничеством или послушанием, имел место только среди монашествующих, в монастырях, часто, часто в скитах, часто даже там, где в отдельных кельях, где старец жил с одним, двумя, тремя, не больше послушниками. Как это происходило? Во-первых, выбор был духовника, как правило, шли не к кому-нибудь, а шли уже к бесспорно святому человеку и опытному. Раньше это было проще, когда их было достаточно. Можно было легко или достаточно легко найти, не ошибиться. Потом, как вы знаете, становилось все более сложно. Так вот, когда человек находил, вы слышите, когда по Иоанну Лесичникову, который говорил, что должны рассматривать, испытывать, то есть проверять, так или нет, и так сказать, и так сказать, искусить. Понимаете, дело не в искушении, не в лукавстве, а действительно проверить. Действительно, человек это на основании святых отцов дает указания, насколько они соответствуют нуждам, ответам, вопросам. К таким приходил человек и упрашивал, прими меня в послушники. Прими меня, отец в послушники. В 90% случаев был отказ. Далеко не все принимали к себе послушника. Многие решительно отказывались. в некоторых случаях принимали. И вот тогда, когда принимали, то отношения начинались абсолютного послушания. Слышите, когда? Причём, этот послушник жил при старце. Он не мог выйти за дверь без благословения старца. Он, если хотите, каждую минуту исповедовался ему, говорил, какая мысль пришла. Я вам помню, говорил, иногда составляли делать, кажется, с внешней стороны абсурдные вещи, там, вроде, поливать сухое дерево и так далее. Вырабатывалось вот при этом постоянном общении вырабатывалось, я бы сказал, приобреталось смирение, приобреталась правильная молитва. Слышите, правильная молитва. приобреталось терпение, приобретался опыт. Вот при таком ближайшем общении, слышите, вот это были отношения послушания. Вот между кем и кем, вот когда и вот где. Постепенно и это стало всё более редким явлением. и бесстрастных наставников становилось всё меньше. И самое любопытное, самое любопытное, я вам скажу, когда произносишь, то все в недоумении. Послушников не стало. Послушников не стало. Стали искать старцев по собственным страстям, потакателей так называемых. Или вообще бывает психология такая рабская, когда просто повелителя. Быть просто рабами в обычном смысле слова. Рабами человеков. Не рабами ради Бога, а рабами человеков. Послушников, то есть, кто послушник? Это человек искренне ищущий правильной духовной жизни. И вот здесь, когда он видит, что это старец, показывает, как ему молиться, и сколько молиться, и сколько трудиться, сколько читать. Кстати, обращаю большое внимание. Они уделяли чтению, псалмопению. Такой послушник, он мог действительно возрастать, возрастать и достигать того состояния, которое имели и его отцы. Помните Авадорофей и его Досифей. Вот так. Вот это первый, значит, тип. Это о послушании. Здесь очень большое искушение есть, когда люди, не понимая этого, не понимая этого, идут в послушание. Самая большая беда, когда так называемые старцы тут же принимают к себе на послушание и требуют, требуют, просто как рабовладельцы, требуют абсолютного послушания. В отношении этого с большой силой предупреждают святые отцы. И, знаете, причину об этом пишут очень сильно. Душепагубное актерство, душепагубное актерство, слышите, какие слова сильные, и печальнейшая комедия, сильнее не скажешь, старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Таковые доведают, что самые их намерения, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании и послушании, обращаю ваше внимание, слышите о великом иноческом делании и послушании. Слышите? Послушание иноческое делание. Великое иноческое. Я подчеркиваю десять раз уж, извините меня, почему подчеркиваю, объясняю вам. Сейчас все, особенно женщины, это прям беда какая-то. Так им хочется быть рабынями в послушании. Живут в миру, и муж, и дети, и работа, и все, они в послушании лезут. Не понимая, что это великое иноческое делание, что их стезя совсем другая, их отношения с духовников совсем другие, об этом мы поговорим. Их делание по совету, а в беспрекословном послушании здесь и речь не может даже идти, но они рвутся, как всегда, знаете, как мальчишка, который пришел в тяжелоатлетическую секцию и сразу хватает за штангу 200 килограмм, не меньше. Ему надо сразу это поднять, забывая о том, что во всем нужна последовательность. Вот он пишет Игнатия Причинова, что самые их намерения таких старцев, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании послушания, ложные, что самый их образ мысли, их разум, их знания, суть самообольщения и весовская прелесть. Хотите? Хотите? Вот такого послушания с удовольствием примет, с удовольствием. Он идет вдоль лавры. Молодой романах с кучечкой женщин и отчитывает одну. Ты как посмела взять благословение у этого лаврского монаха? Я сколько раз говорил только у меня брать благословение. Да, батюшка, ну как же, я же вот мим не могла, чтобы не сметь больше этого делать. Бедный человек. Уже он наставник, он руководитель. Действительно весовская прелесть. И при этом Игнатий Маринчинин отвечает на очень важный вопрос. На очень важный, я вам скажу, вопрос, которым часто прикрываются люди, говорят, а, все, я на послушании, это он ответит перед Богом. Слышите? Он ответит перед Богом. Я не отвечу. Все. Или Бог ему дает уже все. Бог ему дает. Коли я верю, что он духовник, значит, Бог ему все открывает. Слышите, оказывается, какие пророки у нас. Игнатий Маринчинин отвечает на это и прошу вас запомнить. Возразят, вера послушника может заменить недостаточность старца. Говорят? Говорят. Да, старец, может, и не святой, но я верю, и Бог ему открывает. Ответ неправда. Вера в истину спасает. Вера в ложь и в бесовскую прелесть губит по учению апостола. нечего прикрываться этим. Бог ему откроет. Бог открывает своим рабам, которые в смирении пребывают, а не в прелести, которые говорят, что какой я наставник, я сам готов у вас наставляться. Сам Господь что сказал? Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Слышите отношения? Какое правильное отношение. Я только друг, которого в данном деле я чуть-чуть больше знаю, вы больше знаете в другом вопросе, только и все. Мы равные. Равные. Посмотрите, что пишет тот же Игнатий Вринчинин, что пишет Феофан Затворник, вот я не взял их, как они отвечали тем, которые просились у них в послушании. Они отвечали на вопросы очень многим, полно их писем. Как в послушании? Так что они пишут? Что пишут-то? Что вы? Я сам готов только быть у вас послушником. О чем вы пишете? Об этом речи не может даже быть. И напротив. И напротив. Когда человек в прелести, все, как один жаловался. Ну, сейчас уж его нет. Очень жалел, что у него мало духовных черей. Ах ты, такая досада ведь. Прямо скорбь великая. Если же руководитель начнет искать послушание себе, пишет тот же Игнатий, не достоин он быть руководителем ближнего. Он не слуга Божий, восклицательный знак, слуга дьявола, его орудие, сеть. Не делайтесь рабами человека, завещает апостол. Слышите? Тонкая грань. Не делайтесь рабами человека. Рабом Божьим надо быть. И он хорошие вещи пишет. Счиславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным, новоначальным, с безотчетливой доверчивостью, с плотским и кровяным разгорячением. Ой, как точно написано. Ой, готово. Всё. Действительно плотское разгорячение. Ну, хорошо. Как относиться вдруг, если человек увидел, что ошибся? Ошибся. Думал, действительно, наставник, что делать? Кстати, вы с этим встретитесь, даже мне и то приходилось встречаться, задают вопросы, как быть? Вижу, что не то. Тем более, что был такой на Афоне монах Деремидонт, который писал, если вступил в послушание ко мне, всё, ты уже никогда не должен оставлять этого человека. И за это очень ухватились пребывающие в бесовской прелести. Не отпущу, коль ко мне попался. Что святые отцы пишут? Приведу Пимена Великого, преподобный Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным. Немедленно разлучаться. А тут бедные подчас ходят, не знают, как быть, мне неудобно уже, он же требует, почему не приходишь, почему редко появляешься. Я что тебе сказал? и так далее. Вот, это то, что касается, друзья мои, послушания. Значит, это великое иноческое делание, слышите? Иноческое оказывается. Не дай Бог перенести его в мир. Начнутся карикатуры и искажения. Насчёт, знаете что? Сплошь и рядом увидите. Дай Бог, чтобы сами никогда не вступили на это только. Игра в отцы и дети. Особенно женщины это любят. Ой, батюшка, он по головке погладит, всё, поругает и всё. Прям, ну, что ещё нужно? Больше ничего не надо. Игра в отцы и дети вместо духовной жизни. Ну, не только женщины и мужчины иногда бывают тоже. Но в основном-то да. Ну, уж извините меня. Что такое жизнь по совету? Преподобный Нил Сорский, 15 век наш святой, никогда не давал наставления или совета прямо от себя. то есть, как он считает, но предлагал вопрошающим или учение Писания, или учение отцов. Когда же не находил этого, то оставлял ответ или исполнение до того времени, как находил наставление Писания или отцов. Этот метод очевиден из сочинения священномученика Петра Дамаскина, преподобного Григория Синаита, святых Ксанфопулов и других отцов, особенно позднейших. Его держались иеросхемонахи Оптиной пустыни, Леонид и Макарий. Никогда не давали они советов от себя. Это давало советам их силу. первое положение очень важное положение, друзья мои. Очень важное. Потому что обращаться, люди обращаются, люди ждут действительно ответов. Первое важнейшее дело тщательно оберегать себя от того, чтобы давать от себя совет. Положил один палец в рот и высыл один ответ. Другой палец, другой. не от себя. Насколько возможно, надо давать ответы от отеческих советов. Святых отцов. Что для этого нужно? Самые ужасные, друзья мои, что священник читал святых отцов. Кошмар какой! О романчике, о журнальчике, о телевизор. Это что ж такое? О компании. Читать святых отцов, батюшки? Это что ж такое? От святых отцов. Тот, кто вступает на путь священства, должен понять, вот в чем ответственность-то перед Богом, а не перед кем-нибудь. Тут, знаете ли, страшные джунгли, так? Вот оно дорожек сколько. И я, а вот туда иди. ух, как ты легко распоряжаешься судьбами людей. А там, оказывается, он попадет. Там удавы, там тигры, там люди хуже зверей, разбойники. Да? Это так мы будем швыряться советами, да? Какой ужас! вопрос. Вот совесть просто должна быть. Иначе никакими священниками мы не будем. Вот, посмотрите, Нил Сорский, преподобный наш. Посмотрите, ссылаясь на древних отцов, прежних отцов, как все они, видите, как делали? От святых отцов давали ответы. Для этого надо их изучать, постоянно читать, надо за правило себе принять, за правило каждый день одну хоть страничку, но прочитать, выписочки себе делать, в алфавитном, если хотите, прям порядке или по темам, прям выписки делать, которые вам потом ой, как пригодятся, когда люди будут спрашивать по тем или иным вопросам. Вот, что надо делать о жизни, по совету. Оказывается, совет первый надо давать, насколько это возможно от святых отцов. Там, где не находим или уклониться, уклониться не в смысле начать юлить. Знаете, как иногда говорит, 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 Господи, что ж он наговорил? А ничего, пустых слов наговорил и все. Лучше бы молчал, как говорили древние римляне, если бы ты молчал, то остался бы философом, то есть мудрецом. Молчал бы, все думали, умный человек, но ты начал болтать, и все увидели, глупец. А вот прямой нам совет. Совет современным людям. По учению отцов с большой буквы жительство, единственно приличествующее нашему времени, есть жительство под руководством отеческих писаний с советом преуспевших современных братьей. Слышите? С советом преуспевших современных братьей. Этот совет опять должно проверять по писанию отцов. Хороший, конечно, этот совет дает святитель Игнатия, но для многих он невыполним. Для мирских людей, кто из них может проверить совет по писанию отцов? Но те, кто могут, должны. Наше время промыслом Божиим сейчас таково, что святых отцов купить можно. И тот, кто действительно хочет христианской жизни, я думаю, что он обязательно приобретет их. Должен приобрести их и читать их сам, спрашивая при этом. Там не все понятно. Спрашивая при этом и более опытных, более, если хотите, даже образованных людей, чтобы разобраться в непонятных вещах. А вот как отношения должны быть. Скромное отношение, скромное, слышите, запомните слово, скромное отношение советника к наставляемому совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Слышите? Мы уже поговорили о послушании. Там беспрекословно. Здесь скромное отношение. Я такой же, может быть, хуже, чем вы. Хуже. Там увижу я, я, превозносящийся над ними, оказался, они впереди меня, перед Божьим престолом оказались. А я, дай Бог, чтобы они вообще не выброшенным оказался. Скромные. Ох, как это важно. Святитель Феофан Говоров писал, «Так вот, какой ныне лучший, благонадёжнейший способ руководствования или воспитания в жизни христианской – жизнь в преданности волю Божию по божественным и отеческим писаниям совета и вопрошения единомышленных». Они решительно заявляют вот, это все, как и Игнатий, Феофан, Оптинцы, все совет, совет, совет. С кем? С теми людьми, которые, кажется, больше знают, больше понимают. Паисий Величковский, например, даже ввёл такую практику, и она от него шла и дальше. Когда, когда они, вот, единомышленные два-три брата проверяют друг друга, вернее, я проверяю своё мнение у других, там, одного, ещё двух, так или не так, оказывается, это тоже очень важно со скромностью, действительно, как вот я вот думаю вот так, как ты думаешь? А как ты думаешь? Действительно, очень важно, а как ты думаешь? Нельзя только безумный считать, что он умный. Умный всегда видит, что у него ума грош безумный, ну что вы, эталон истины. Ещё Честертон писал, не Ижево Святых, конечно, да, писал, что глупый всё примиряет к себе, умный к истине. Ну, об отсутствии духоносных наставников, не знаю, мне даже, я не хочу и говорить. Преподобный Симеон Новый Богослов в X веке говорил об этом, что в Аднисии много явилось прелестников и лжеучителей. в X веке много прелестников и лжеучителей. Я ни одного не видел такого, не знаю, это, наверное, в X веке таких только было много. Сейчас, по-моему, такого нет. Нилсорский пишет в своей замечательной книге в предисловии «Предание учеником своим». И се уба реша святые отцы, яку и тогда едва обреташася учитель не прелестен, ныне же до зела оскудевшим подобает искати люботрудно. XV век. Святой Григорий Синаид XIV век решился сказать, что в его время, XIV век, вовсе нет благодатных мужей. Так сделались они редки. Слышите? Ну, и так далее. ныне по причине совершенного оскудения духоносных наставников подвижник молитвы вынужден исключительно руководствоваться священным писанием и писаниями отцов. Тихон Задонский в XVIII веке с горечью писал, что христианство совсем исчезает, остается одно лицемерство. Почему это лицемерство? Не просто так лицемерство, а, как он прибавляет еще, с целью получения вещественной выгоды. Это лицемерство работает с целью получения вещественной выгоды. Сейчас вы с этим соприкоснетесь, скажу грубое слово, на полную катушку. С целью получения вещественной выгоды. Вот так. Такой вопрос. Как вы считаете, наше духовное состояние сейчас таково, может быть далеко не всем требуется быть послушаемым у бесстрастных великих поводокновенных мужей. Может быть именно для многих будет духовно полезным придерживать советов ну просто как бы духовно такого опытного человека, духовника священника. Как вы считаете? Я так и думаю, что, наверное, так оно и есть. думаю так, что если бы мы были способны быть в послушании, быть послушными, Бог дал бы, но они иссякли, потому что все меньше и меньше людей стало способным к истинному послушанию. Поэтому все меньше стало старцев. Поэтому в наше время, вот они и говорят, в наше время сейчас руководствоваться писаниями отцов и дай Бог, дай Бог, и советами старшей преуспевшей братья. Советами. Но эти советы, вот видите, опять нужно в сложных каких-то трудных случаях опять проверять святыми отцами, как они об этом пишут. То есть требуется очень серьезное, прям серьезное отношение. Вот мне советуют, говорят, вот надо идти там, 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 по сложной какой-то местности. Мне кто-то говорит, ну, мы же часто встречаемся, говорят, а я спрашиваю, слушай, а как ты думаешь, как он, правильно он сказал или нет? Это верно, как ты думаешь? Ну, правда же, вот в жизни, это же такая же жизнь. И очень хорошо, когда мы по этим вопросам сможем, сможем найти ответы у святых отцов. Я вам более того скажу, что если мне вот какой-то священник сказал вот тот, меня это вызывает недоумение, я нахожу у святых отцов, я прихожу к этому же священнику, говорит, смотрите, вот в Арсенуфе так советует, Исаак так посоветует, а вы сказали так. Знаете, будет какой ответ? Спасибо вам большое. Я, к сожалению, не знал этого. Благодарю вас. Вот, что скажет тот человек, искренний, искренний священник, который вовсе не святой, но который искренне хочет оказывать помощь тем людям, которые к нему обращаются. он только поблагодарит, что его исправили. Напротив, тщеславный? Нет, я сказал. Поэтому надо, конечно, и дай Бог, если мы найдем таких опытных, разумных людей, с которыми можем мы советоваться. Вот, дай Бог, это же великое благо, я вам скажу. Ну, это просто уже не так, не так просто уже в наше время найти уже не святых, людей, хотя бы знающих святых отцов, опытных в определенном смысле и разумных, еще вам скажу. К сожалению, очень легко сейчас попасть на людей даже, ну, не совсем полноценных. Вот эти книжки целые издают. Лучезарный батюшка, ой, Господи, ужас. 20 тысяч экземпляров издали. Едет в автобусе, видите? Да, здесь только пять человек, которые спасутся из этой толпы. Попробуйте, проверьте, что не так. Проверьте. Когда креститесь, во куда тяните, потому что, если туда не дотянете руку, все он, голубчик, так на левом плече и будет сидеть и нашептывать вам. Какие великие истины духовные. там полно это всякого. Так вот, недаром пишут отцы-то, что как трудно, уже много стало прелестных, да, находящихся, то есть, в прелести все больше и больше, мнящих о себе. Один из критериев, друзья мои, это действительно человек, с которым можно советоваться. Он не видит, вы видите, что он не видит себя выше. Скромный этот человек, он не мнит о себе. Это же довольно быстро, это можно, при ближайшем знакомстве, это можно увидеть. Мнит он о себе этот человек? В мнении находится? Или действительно он видит себя равным? Такой же, такой же человек. Но я вот читал вот то-то, то-то. Вот посмотри, давай обсудим. Вот святые отцы говорят вот так. Может, ты что-то прочитал другое? Скажи мне, я с удовольствием. Послушай, на равных по образу Христа. Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Сам искренний должен быть христианин, а не какой-нибудь. Да и, конечно, для нашего времени очень большое это искушение, очень большое искушение сейчас, которое поражает наше духовенство, видимо, в связи с объективными, может, обстоятельствами, это искание вещественной выгоды. Знакомиться надо с кем? Искать кого надо? Спонсоров. Ищите их. Ловите их. Уловляйте их. На это, к сожалению, устремлены немало. Многие по объективным причинам разрушенный храм дадут, что хочешь, то делай. Что хочешь, то делай. Да, но это, к сожалению, может стать болезнью. И тогда это, я вам скажу, беда. Если это болезнью уже станет. Нам, на самом деле, нужно гораздо меньше, чем наше испорченное естество этого требует. Насколько важно выработать сейчас иммунитет в нашем подрастающем поколении иммунитет против этой грязи. кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви. Вот что делает человека причастником церкви, ее членом. неизвестна. Иисусова